Всем приветик! Время вечернее, сейчас почти 7 часов вечера, и мы собираемся в ресторан итальянский, ресторан на территории отеля, ресторан по системе La Carte. Он не входит в систему обслуживания, все включено, его можно посетить, записавшись заранее, и это будет стоить определенную сумму денег. Покажем вам меню, скажем, отличается ли питание по шведской линии с этим рестораном. Таких ресторанов на территории несколько, есть морской ресторан, есть восточный ресторан и итальянский. Мы выбрали для посещения итальянский, так что готовы уже, готовы кушать. Аппетит хороший на отдыхе, это правда. Вот один из двух ресторанов, где мы обычно ужинаем. Но сегодня мы такие красивые собрались в другой ресторан. В платьях, в девчонках. Сегодня мы идем в итальянский ресторан. Здесь уже ужин начался, мы записывались в ресторан для карт вчера, и идем вот сегодня. Нас попросили выбрать удобное время, мы сказали к семи. Здесь в ресторане ужин в разгаре, мы обычно ужинаем вот здесь на веранде. Ну, когда сильно жарко, все-таки идем в помещение. Но попробуем отведать кухню итальянскую в Египте в ресторане Лекарт. Итальянский ресторан находится недалеко, здесь за углом, называется он Портофино. А тут ужин в разгаре. Красиво вечером на территории отеля, все так красиво подсвечивается. Пришли мы в ресторан. Здесь есть меню с ценами. Работает ресторан с семи до десяти вечера. Продолжение следует... Здесь уже все готово. Нас встречают. Спасибо большое. Здесь на итальянском и на английском написано. Цены указаны в египетских фунтах. Аперитивы, супы, паста, ризотто, пицца. Здесь, в принципе, все есть. Аж мы не можем определиться с выбором. Мы увидели здесь креветки на гриле. Кто-то захотел. Все захотели, я думаю, да? Втроем будем заказывать. Десерты есть. А я хочу еще также заказать пасту с четырьмя видами сыра и рулетики с лососем. Посмотрим. Красивое меню. Все мне так, в принципе, нравится. Вино будем пить. Вокал красивый. Принесли закуски. Я в образе вся. Я не могла прочитать вот эти все наименования в меню, и мне было не очень удобно. Но эта неловкость, она улетучилась после того, как принесли вина. Принесли закуску. Мы не заказывали. Ну, это, наверное, как бонус идет или как стандартный пакет, да? Мы же не заказывали это. И принесли хлебную тарелку. Наталья поехала с блогерами, поэтому ее со всех сторон тут снимают. Я вам хочу показать. Здесь пиццу принесли. Пицца с арабским акцентом или пицца все-таки больше итальянская? Наталья еще не разобралась. Но выглядит симпатично. А мы ждем свое. Наш выбор. Красота. Thank you. Ну что, рулетики с лососем зашли на ура. Очень вкусно. Я какой-то такой неизбалованный посетитель ресторанов. Я редко посещаю, честно говоря, такие места у себя в городе. И посещая шведский стол на обычный ужин, да, я вижу разницу уже сейчас. Здесь другая подача, другие блюда. И здесь мне как-то было особенно вкусно. И очень приятно, что можно устроить себе маленькую Италию среди Египта. И зайти в этот ресторан, даже не выходя из отеля. Пока все нравится. Жду пасту. Креветочки принесли, ребята. Такие вне отеля предлагаются 13 долларов за килограмм. И можно вот в ресторане итальянском испробовать тоже такую вкуснятину. Принесли водичку с лимоном. Здесь так все шикарно, что я аж стесняюсь и не умею это все использовать. И консультируюсь с Жанной. Спрашиваю, что для чего, какие приборы. Сейчас Жанна будет меня учить есть правильно креветки. Как их чистить, я не знаю. Креветки, сказка. Это было очень вкусно. Это было много. Я уже так ем, так, с усилием. И все очень нравится. Паста, особая история. Я заказала пасту 4 сыра. Она, ну, замечательная. Я сейчас не стараюсь как-то приукрасить свой рассказ. Мне действительно вкусно, мне действительно все нравится. И я действительно удовлетворена всем происходящим. Креветки подавались с картошкой. Я дополнительно заказывала пасту, поэтому картошку не осидаю. И на десерт у меня крем-брюле. Я здесь ждала в отеле очень сильно рисовый пудинг. Так его не дождалась. Я люблю десерты такого плана. То есть крем-брюле это не совсем рисовый пудинг, но я люблю крем, муссы. Поэтому я рада. У девчат тирамису и мороженое. Это у нас тирамису. Крем-брюле, да? И мороженое. Да, да. И мороженое. Да. А если ты меня тоже будешь? Конфеты. Ужин мой уже распрощались с десертом. Крем-брюле понравился мне, потому что я весь отдых ждала рисовый пудинг. Ну, где же рисовый пудинг? Да, рисовый пудинг это очень похоже на крем-брюле между нами. Так что мой интерес удовлетворен. И все, что я хотела получить, я тут получила. Очень приятно было посетить этот ресторан. Маленькую Италию среди Египта. Вот очень вкусно. И я, в принципе, могу вам советовать, если вы хотите разнообразить вечера и не хотите посещать каждый вечер ресторан обычный, который входит по системе, все включено, если вы хотите съесть креветок и боитесь выходить в город или там не хотите этого делать, то можно здесь покушать. Не стыдно пригласить даму сердца, кавалеры берите на заметку. То есть можно хорошо провести время, разнообразить свои будни на отдыхе, потому что отдых такая вещь, вот неделя пролетает быстро, или там две недели, смотря на сколько дней вы взяли тур. И, в принципе, все сводится к одной схеме. Вы первые дни ищете что-то для себя, да, узнаете территорию, а потом все понакатанное. Вы каждый вечер там ходите в одни и те же места, и вот для разнообразия можно посещать подобные мероприятия. Очень так неплохо, нам все нравится. Продолжение следует... Продолжение следует...